Чувашия Сегодня в Чебоксарах состоялось первое заседание попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО. Совет, сопредседателями которого являются заместитель полпреда президента России в ПФО Герпаншин и глава Чувашии Михаил Игнатьев, вошли 19 человек. Они обозначили цели и задачи, обсудили, как идет строительство инфраструктурных объектов корпуса. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений государственной политики Чувашии. Комплексный подход, поиск новых вариантов решений позволяет нам вовлекать все больше молодых людей в мероприятия военно-патриотической направленности. Повышение эффективности этой работы способствует налаженное взаимодействие органов власти, общественных ветеранских организаций, бизнеса и просто неравнодушных граждан. Мы сохранили традиции проведения финальных республиканских игр юноармейского движения «Зарницы» и «Орлены». Более 10 лет Чувашии действует в уникальной первой в России детской полицейской академии. В 2016 году Чувашия вошла в число регионов, где было создано региональное отделение юноармии. Республиканский кадетский корпус Приволжского федерального округа, строительство которого началось в Чубаксарах, должен стать настоящим многофункциональным комплексом. В конце июня было подписано четырехстороннее соглашение о строительстве корпуса. Подписи поставили министр барона Сергей Шойгу, полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель группы компании «Ренова». Виктор Виксельберг намерен вложить в строительство спального корпуса частные инвестиции. Чтобы 1 сентября 2018 года новое учебное заведение смогло принять воспитанников, необходимо четко скоординировать работу всех заинтересованных лиц, отметили члены совета. Строительство будет проходить в три этапа. В августе 2018 года должно быть завершено строительство основного здания кадетского корпуса. Вторым этапом станет строительство дополнительного спального корпуса на 250 мест. Работа начнется осенью текущего года и завершаться к сентябрю 2018 года. А в 2018-2019 годах предусмотрено строительство ледового катка. Корпус рассчитан на 16 классов комплектов и состоит из четырех блоков. В блоке А, как вы видите на слайде, будет размещаться спальный комплекс, обширитие на 150 мест. Подобные учебные заведения уже работают в Оренбурге, Удмуртии, Башкирии, Татарстане, Перми. Игорь Панчин рассказал, что эта система до вузовского образования уже себя зарекомендовала. Мы берем в этот кадетский корпус тех пацанов, мальчишек из социально неадаптированных семей, детей-сирот. Мы им даем возможность стрельнуть в большую жизнь с хорошей образовательной базой. Мы составляем в хорошем смысле этого слова достойную конкуренцию суворовским и нахимовским училищем. Мы у них учимся, берем пример. Они у нас обучаются. Мы постоянно в такой здоровой конкуренции находимся. Это дает нам возможность еще лучше, еще более качественно выполнять наши поставленные задачи. В Чувашском корпусе будут готовить специалистов для Воздушно-космических сил России. На обучение будут принимать пятиклассников со всей страны. Воспитанники будут находиться на полном государственном обеспечении. От Минобороны за Чувашским корпусом закреплены Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. И военные части в Нижегородской области и Мордовии. Не можем не радоваться этому, потому что это тот потенциал, который придет на смену нынешнему поколению воинов-авиаторов. Наш опыт мы передадим тем преподавателям, которые будут заниматься подготовкой кадетов. Ну и дальше какая-то практическая составляющая будет. Но это, в общем-то, будет решаться, наверное, на уровне командования Воздушно-космических сил. Экскурсионные поездки, ознакомление с нашей учебной базой, тренажная подготовка на определенном уровне. И, может быть, какие-то там программы стажировок в плане освоения будущей профессии. Надо стремиться. Стремиться, чтобы наши дети именно выросли патриотами своей Родины. Мы должны воспитать и сделать все условия для них создать. Для России в целом правильно место выбора кадетского корпуса. В Приворском федеральном округе, в Чувашской республике, в нашей столице выбрано это место. Я думаю, что это правильное решение. Члены попечительского совета планируют собираться раз в квартал для решения текущих вопросов. Главная задача – это работать согласованно, при взаимной поддержке и понимании интересов каждой стороны. Властей, кадетского корпуса, детей и родителей. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. И сегодня же заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Панчин побывал в школе имени Кочетова и ознакомился с ходом строительства нового кадетского корпуса. Здесь пусто, легкий запах краски. В школе вовсю готовятся к новому учебному году. Здесь учатся чуть более 200 ребят. Основное направление – военно-морское. Вот этот вот колокол называется «Рында». Его устанавливают на военно-морских кораблях. А в этой школе он используется в качестве звонка на урок. В новом учебном году его впервые услышат 28 новых кадет. Эти стены примут новых учеников в последний раз. Уже в будущем году должен открыться новый корпус. А сейчас кадеты готовятся к церемонии закладки капсулы в основании фундамента. Она состоится уже через две недели. 55 сантиметров высота. Мы туда будем закладывать стандартное вот это послание? Да, да. Вот, то есть мы готовы к 8 августа. В синей фуражке и желтые парадные ремни у кадет появилась новая форма. На рукаве именной шеврон с названием корпуса. Вот у вас в Нижегородской области мы шили сапоги. Дети, те, которые шьют вам в Нижегородском корпусу. Так что четыре комплекта церемониальной формы у нас есть. У нас есть брюки «Галифет». Мы все сделаем. Да, да, да. Устанавливаем. Настрой площадки тоже торопится. Чтобы капсула с посланием в будущее было куда класть, надо успеть завершить так называемый нулевой цикл. Одна блок-секция, вторая блок-секция, сваи бьются. Ну, на блок-секции тоже пробные, сваи забитые. На следующей неделе котлован будет вырыт. Уже будет монтироваться машина на этой стороне и на этой стороне. Посмотрели старую кадетскую школу. Мы понимаем, что на данном этапе в нее средства вкладывать нецелесообразно. И вот сейчас приехали на площадку нового кадетского уже корпуса. Все идет в плановом режиме, по срокам. Чувашский кадетский корпус – это шестой проект на территории всего округа. Но самый современный по проекту, по оснащению, в перспективе, конечно, будет именно Чувашский кадетский корпус. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Еще один федеральный проект в сфере образования реализуется в Чувашии. В Цивильске в микрорайоне Южный строится новая школа. Уже в конце декабря строительство должно быть завершено. У компании-подрядчика есть опыт строительства подобных объектов. Они уже сдали в районе два садика. Здание запроектировано трехэтажным. Здесь будут учиться тысячи детей. Микрорайон Южный – новый, быстро растущий. Здесь уже идет строительство домов для многодетных семей. Эта школа очень нужна для того, чтобы дети этих детских садов обязательно пошли в новую школу. Разгрузятся две школы, которые работают сегодня в две смены. Школа номер один и школа номер два. И поэтому двухсменка в районе больше не будет. Школа будет состоять из трех блоков для старших классов, младших классов и общего пользования. Большим будет и стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, легкоатлетической зоны. Сейчас строители возводят второй этаж. Погода вносит свои коррективы, но строители стараются укладываться в график. Я не ожидала увидеть, что тут уже... На данный момент времени мы... Так масштабно все развернулось. Плитки перекрытия, вот первые этажи перекрываем. Вот строители второго этажа начали. Ну, параллельно сразу коммуникацию ведем. Татьяна Молокова, Дарина Петрова, Александр Петров, Республика. Сегодня в Цивильском районе прошел Треволжский день поля. Тема форума – ячмень, солод, хмель и пиво России. Более 300 представителей российского агропромышленного комплекса стран ближнего и дальнего зарубежья собрались на полях форума. Хозяева, местные производители хмеля детально представили свою отрасль. Гости увидели уже плодоносящие хмельники и новые, заложенные весной этого года. Работа по сохранению зеленого золота десятилетия ведется в Чувашском НИИ сельского хозяйства. Даже в самые сложные времена здесь бережно сохранялись уникальные сорта хмеля, ставшие, по словам специалистов, предметом профессиональной зависти иностранных коллег. Так что перед отечественным хмелеводством, имеющим такую солидную базу в республике, несомненно открыты большие перспективы, считает президент Союза, производители ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции России Александр Мордовин. Для меня лично это будущее непредставимо без отрасли хмелепроизводства. И республика Чувашия априори всегда была форпостом этой отрасли. Самое главное, чтобы сегодня собраться с мыслями, взвесить свои возможности, найти тех лиц, которые будут нас поддерживать, и двигаться в направлении возрождения хмелепроизводства. И моя вот такая, не знаю, голубая мечта, когда-нибудь ехать по федеральной трассе, и чтобы как в Чувашии, так же как в Чехии, так же как и в Германии, слева и справа по дороге были хмельники. Хмелеводство – процесс долголетний, требующий долгосрочных инвестиций. А каждый предприниматель аграрии думает о том, как быстрее окупить вложенные средства. Поэтому в Чувашии производители зеленого золота никогда не остаются без государственной поддержки. Этот бренд, считает Михаил Игнатьев, должен быть известен далеко за пределами региона. Я абсолютно уверен в том, что хмелепроизводители новые появятся. У нас достаточно хмельников, надо вложить, и эти хмельники будут давать уже продукцию для российского рынка. По разным оценкам озвучены были цифры, то 10 тысяч тонн, то 11 тысяч тонн. Цифры, конечно, они плавающие, но с другой стороны, это огромный спрос на рынке. Что нам делать? Нам нужно заниматься этим направлением деятельности. В ходе дискуссии специалисты хмелеводы обсудили вопросы селекции и семеноводства производства ярового, пивоваренного ячменя, сода и пивоваренной продукции. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Что касается других культур, правительственная комиссия предложила главе Республики ввести в Чувашию режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Из-за частых дождей почва переувлажнена. Подробнее далее. В прошлом году в это время аграрии вовсю убирали зерновые. В этом году еще не начинали. Частые дожди и, как следствие, переувлажненная почва мешают пылевым работам, нарушают рост и развитие растений, вызывают гибель урожая. Мы пока посчитали потери урожая зерновых и зернобобовых. Они у нас могут составить порядка 20-25 тысяч тонн, картофеля 30-35 тысяч тонн. По предварительным расчетам ущерб в пострадавших хозяйствах по всей республике может составить около 500 миллионов рублей. Порадовать аграриев нечем, отметила начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Чувашского гидрометцентра Марина Китарьева. В дальнейшем, так скажем, по осадкам нас ничего хорошего не ждет. В ближайшую неделю, несмотря на то, что все-таки же территория республики будет находиться в зоне повышенного давления, но по северу европейской территории России будет проходить серия циклонов со своими фронтами. И вот эти вот фронты, они будут нас задевать. С завтрашнего дня синоптики прогнозируют постоянные осадки. К ним могут добавиться грозы со шквалистым ветром и градом. Учитывая это, правительственная комиссия предложила главе Чувашии ввести режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля этого года медицинские учреждения, предприятия, организации и компании перешли на цифровой формат взаимодействия. Появились электронные больничные. В нюансах получения электронного листка нетрудоспособности разбиралась моя коллега Галина Титарчук. Алексей Ермеев один из первых в республике, кто получил листок нетрудоспособности в электронном виде. Молодой человек уверяет, что сложностей при его получении не было. Я пошел выписывать больничный, а мне там предложили электронный вариант больничного. Я согласился и на следующий прием, когда пришел, сказал, что больничный закрыли, и мне закрыли больничный. И как таковой бумажного лакета уже нет. Это гораздо мне показалось удобнее. Крупные работодатели республики уже готовы принимать и обрабатывать больничные онлайн. С их точки зрения у цифрового документа очень много плюсов. Повышается оперативность обработки листов. Нет необходимости заполнять бумажный бланк вручную. Сложно его поделать, поскольку в нашей практике были случаи, когда мы сталкивались с поддельными листками нетрудоспособности. И у работника пропадает необходимость повторно обращаться в медицинскую организацию при утрате или порче листка. Поскольку он уже точно есть в базе, мы с уверенностью его получим. Преимущества оформления электронного больничного отмечают и врачи. Теперь драгоценное время приема можно полностью потратить на самого больного и всего пару минут на заполнение электронного листка нетрудоспособности. Врач входит в виртуальный кабинет и электронную карту больного выбирает работу с листом нетрудоспособности. Там при закрытии больничного ему потребуется только поставить галочки, следуя инструкциям, и закрепить все цифровой подписью. Это упрощает схему выдачи листков нетрудоспособности, укорачиваются сроки выдачи листков нетрудоспособности. На выдачу электронного листка нетрудоспособности затрачивается очень мало времени. Если мы когда выписывали в бумажном варианте, это нужно было выписывать чернилами и дрожащей рукой, чтобы не дай бог ошибиться, это было очень сложно. А в данном случае это все в электронном варианте, и врачам это проще, потому что можно наглядно увидеть, есть какие-то ошибки или нет ошибки. Больничный, оформленный в интернете, хранится в специальной защищенной базе Фонда социального страхования. Компании заключают договор с ФСС, чтобы начать принимать электронные больничные, и получают ключ к системе. А сам пациент может отследить сумму пособий в своем личном кабинете на портале госуслуг. Напрямую, получается, все больничные листы оплачивает Фонд социального страхования. Нам нужно будет только достоверное сведение о сотруднике, о размере его средней заработной платы. Получается, больничный лист, в котором получается количество дней показано, и мы это расчеты делаем. Есть доступ на сайте Фонда социального страхования, личный кабинет. Каждый работодатель всегда может увидеть, заходя даже, получается, вот еженедельно, не дожидаясь, когда получается, у них закончится, начнется процедура, значит, где находится работа. Даже кадры, например, могу сказать, о форме личной нетрудоспособности. Зашел, увидел на своего сотрудника. Сейчас программа работает в тестовом режиме, выявляются недочеты. Планируется, что в ближайшее время на электронные больничные перейдут все медицинские организации. Учреждения здравоохранения сегодня готовы к работе. Почти все врачи, кроме вновь принятых, уже имеют электронные цифровые подписи. Все учреждения здравоохранения, мы с вами знаем, сегодня соединены в одну информационную сеть. И внедрение вот этой программы, которую мы установили, не подребует дополнительных финансов средств. Вместе с тем, бумажные больничные никто не отменял. По закону, у пациентов есть право выбора, в каком виде они получат листок традиционный на бумаге или в электронной форме. Оформление электронных больничных производится только с письменного согласия гражданина. Выбор всегда остается за пациентом. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Новая транспортная схема Чебоксара все еще остается самой обсуждаемой темой в столице. На сайте администрации города выложен документ, где каждый может ознакомиться с разработками Санкт-Петербургского института и высказать свое мнение. Точку зрения правительства Чувашии нашей съемочной группе озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Иванов. Та инициатива города Чебоксары по общественному обсуждению данного очень важного и ответственного проекта, который будет осуществляться со следующего года, находит в правительстве Чувашской Республики отклик. Мы считаем, что администрация города Чебоксара поступила очень правильно, вынеся этот законопроект на общественное обсуждение. И видим, насколько этот законопроект получил обратную связь от горожан. Много поступает замечаний. И в течение августа месяца эти замечания будут вместе соединены, будут сделаны определенные выводы. И те предложения по движению транспортных средств, которые уже существуют, они будут скорректированы с учетом требований горожан. Сегодня в 21 час на нашем канале смотрите программу «Круглый стол», в которой подробно обсудим доводы за и против новой транспортной схемы, которую планируется ввести в Чебоксарах. И к еще одной дорожной теме. На новой части московского моста появился непонятный трамплин. Ситуацию разъяснили в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар. В новом московском мосту проводили работы по укладке трубопровода. Однако рабочие нарушили технологию. Искусственная неровность довольно заметная. Видно, как автомобили подскакивают на трамплине. Вчера при производстве работ подрядной организации на московском мосту методом горизонтального бурения производились работы. Во время производства работ произошел сбой оборудования, в результате чего изменилось направление бурения. Как результат была деформация наружного слоя асфальтобетонного покрытия, которое в ближайшие дни будет устранено генподрядной организацией за счет собственных средств. Для моста опасности никакой абсолютно не представляет. Движения, как вы видели, двигаются. Единственное, конечно, имеется деформация примерно сантиметров 20, которая, естественно, влияет на движение транспорта, затрудняет его. Но в ближайшие дни, как я сказал, это будет устранено. А на Красной площади Чебоксар подрядчик начал вырубку голубых елей. На этом месте компания «Парк Девелопмент» намеревается установить 50-метровое колесо обозрения. Как оказалось, у подрядчика не было никакой разрешительной документации. Инвестор получил в Управлении экологии разрешение на вырубку деревьев, но начал работу, не получив ордера на проведение земляных работ, не установил информационные щиты и не оградил территорию. Таким образом, без предупреждения о начале работ было вырублено 12 деревьев хвойных пород. Пресс-служба администрации Чебоксар сообщает, что этот островок, на котором были высажены деревья, рассматривался в качестве единственного варианта для установки нового аттракциона. На территории площади проходит много подземных коммуникаций. Компания-подрядчик выплатила в бюджет компенсацию и обязалась высадить на близлежащие территории в пять раз больше деревьев. Начальник управления экологией Чебоксар Владимир Михайлов получил выговор. МЧС России предупреждает. В пятницу и в субботу в Чувашии ожидаются грозы, грады и порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин